Начало этих огромных железных коробов должно оказаться на противоположном берегу реки Уда. Надвижка пролетного строения разбита на 10 этапов. Во время первого строители протолкнули полотно на 20 метров. Сам процесс осуществляется двумя цилиндрами, которые упираются в заднюю часть собранного пролетного строения. И усилиями двух цилиндров гидравлических происходит надвижка пролетного строения. В рабочую смену за 11 часов мы надвигаем 11 метров. То есть средняя скорость метр в час. Если надвижка занимает более короткий срок, то вот сборка самого пролетного строения более длительный процесс. В ближайший месяц будет происходить монтаж еще 20 метров конструкции. Это сборка металлоконструкции моста. Дальше сварка пролетного строения. Сварка осуществлялась как ручным способом, так и автоматическим способом сварочными тракторами. Далее, по словам строителей, начнется самый интересный, но в то же время сложный этап. Для этого будет задействован аванбек. Аванбек – это конструкция, которая представляется в начальной стадии надвижки, в которой вы сейчас наблюдаете. Для чего? Он чем дальше начнет туда ехать, он начнет прогибаться мостом. И если... Он представляет собой конструкцию, такую лыжу, чтобы наехать на опору. Берега строителя планируют соединить к концу этого года. Параллельно сборке пролетных соединений строители занимаются переустройством сетей тепла и водоснабжения, а также канализацией. Руслан Хороших, Жаргал Церендашиев. Новости дня.